История России в фотографиях Керенский навсегда виноватый По иронии судьбы, Александр Керенский родился там же, где и Владимир Ульянов Ленин в Симбирске. Керенский и Ульяновы дружили семьями. Отец Александра был учителем Володи Ульянова и поддерживал семью после казни Александра Ульянова. Талантливый юрист и блестящий оратор, Керенский быстро сделал карьеру в политике. Избрался в депутата 4-й Государственной Думы, с трибуны которой призывал свергнуть самодержавие. Стал одним из лидеров СССР, сыграл большую роль в отречении Николая II и его брата Михаила Александровича. В качестве министра юстиции во временном правительстве он руководил реформой судебной системы, вернул из тюрьмы всех революционеров и выпустил декрет об отмене смертной казни. «Я счастлив, что мне выпало на долю подписать указ об отмене смертной казни в России навсегда». На пике своей популярности в марте 1917 года Керенский, которого называли гением русской свободы, спасителем Отечества и рыцарем революции, стал военным и морским министром, организовал новые наступления русских войск, которая, вопреки большим усилиям министра, провалилась в июне 1917-го. Несмотря на провал армии, Керенский встал во главе Временного правительства в июле 1917-го года и на место Алексея Брусилова назначил нового верховного главнокомандующего генерала Лавра Корнилова, который попытался захватить власть и установить военную диктатуру. Для подавления мятежа Корнилова Керенскому пришлось прибегнуть к помощи своих противников – большевиков. Те же через короткое время взяли Зимний дворец и арестовали Временное правительство. Керенский бежал из Петрограда. За границей он пытался заручиться военной поддержкой со стороны Антанты, агитировал в Париже и Лондоне, но безуспешно. Во многом потому, что эмигранты считали Керенского главным виновником гибели Российской империи. После оккупации Франции Гитлером в 1940 году Керенский перебрался в США, жил в Нью-Йорке, преподавал в Стэнфордском университете. Узнав о тяжелой болезни, 89-летний Керенский отказался от пищи и умер в 1970 году. Местная православная церковь отказалась отпевать виновника падения монархии. Керенского похоронили в Лондоне, где жил его сын Олег. Субтитры создавал DimaTorzok